А для тех, кто после отпуска вышел на работу, но хочет разнообразить будни и выходные, в Кирове есть интересные варианты, причем бесплатные и для любых возрастов. Ольга Мартынова сегодня встретилась с некоторыми волонтерами, организаторами мероприятий и готова поделиться явками и паролями. Оля, привет! Ну, завтра как раз суббота, хочется развлечений. Что там в афише? Вариантов, Катюш, много, тут дело вкуса, но я предлагаю эти выходные начать с пробежки. Тем более, оказывается, уже полтора года на набережной Грина проходят еженедельные бесплатные забеги. Присоединиться к пробежке приглашают всех желающих. Возраст и уровень физической подготовки значения не имеют. Расстояние в 5 километров можно пробежать или даже пройти в любом комфортном темпе. Обычно в забеге участвуют 20-30 человек. Любители ЗОЖа от 4 лет и старше собираются каждую субботу в 8.45 у Феодоровской церкви на набережной. Сначала проходят инструктаж, делают разминку и бегут. Для здоровья это важно. Прочищается голова, кровь бегает, мысли очищаются. И вот это здорово. И хочется этим поделиться. Есть возможность с кем-то поговорить на колобежные темы какие-то, в какую погоду как одеваться. Ну, какие-то советы могут быть. Да и вообще просто знакомство. Весело чай попить печенюшками. Нужно ли записываться заранее? Присоединиться к пробежке можно без записи, даже во время утренней прогулки. Но если важно следить за еженедельными результатами, то волонтеры рекомендуют зарегистрироваться на сайте 5верст.ру. Оля, я еще видела в соцсетях посты о бесплатных футбольных турнирах. Да, Центр местной активности Октябрьского района организует бесплатные футбольные марафоны. Участвовать можно всем. Возраст и пол не важны. Ближайшие игры пройдут в пятницу вечером и в субботу. Все подробности можно узнать в администрации и социальных сетях Центра местной активности. Записалось уже более 40 человек. Среди них и девушки, и юноши. В августе организаторы планируют проводить не только игры, но и бесплатные тренировки. А тех, кто равнодушен к футболу, ждут эстафеты и другие яркие мероприятия. Шоу мыльных пузырей, еще что-то. На прошлой неделе у нас был уличный мастер-класс. То есть прямо на улице мы расставляли столы и вовлекали ребят. Ну там и взрослые, правда, мастер-классы все любят. То есть были настольные игры. У нас каждую неделю, не по одному дню, постоянно проходят они. И до конца лета однозначно это все будет. А вот всех любителей истории родного края приглашают на выставки «Деревянное кружево вятки» и «99 деревянных домов вятки». Экспозицию приготовили волонтеры движения «Том Сойерфест». Мы хотели показать именно историю. Историю деревянного кружева. То есть как рождается резьба, какие были виды резьбы, как менялась резьба на разных домах, разных эпох нашего города. Это как раз и сочетание фотографий тех, которые были, но утрачены. Там дома наиболее интересные. Это того, что осталось. И можно еще увидеть в нашем городе. Надо понимать, где их искать, эти дома. Архивные фото утраченных домов в старой вятке, изображения сохранившихся интересных зданий, удивительные артефакты, искусственные наличники. Можно посмотреть на первом этаже бывшего завода «Крин» на Карла Маркса 18А. Выставка работает в круглосуточном режиме до конца месяца. 31 июля кураторы проведут экскурсии. Подробная информация в социальных сетях. И, конечно, Катя, не могу не рассказать о танцевальных вечерах на Театральной площади. Каждое воскресенье в 16 часов главная площадь города превращается в танцплощадку. Вечера проходят в память о выдающемся музыканте, почетном гражданине города Кирова Соломоне Сахаре. Любители потанцевать под открытым небом радуют выступлениями и вокально-инструментальные ансамбли. С концертной афишей можно познакомиться на сайте Управления культуры. Спасибо, Оля, за полезную подборку. Мы продолжаем. Спасибо. Спасибо.